И очень много подчеркнули, и изменили свое принципиальное отношение разработчики инновационного досье, это институт памятника Радных Исследователей. Когда они первый раз были здесь, это было в январе этого года, они приехали достаточно с конкретным мнением, что вот мы делаем так, мы делаем так, и вот мы делаем так. Когда они услышали наши доклады, увидели наш научный потенциал, который собран в Одессе, они сказали, нет, давайте вы нам все-таки будете подсказывать. И на второй конференции мы подсказали, и это было принято, включение в инновационное досье наших подземных выработок. Сегодня у нас формировалась определенная идея подтверждения уникальности нашего города, который город, который возник из-под земли фактически, как я уже говорил, вот сейчас с журналистом, как Кафрадидо вышло из морской педы, так и Одесса появилась из камня, который находился под ней. И сегодня это то произведение искусства, которое трудом наших первостроителей, нашего города, которые возвели вот эти великолепные ансамбли, этот камень, который добывался из-под нас, из-под земли, и сегодня существует две Одессы, это Одесса Верхняя и Одесса Нижняя. Причем уникальность этого конгломеранта заключается и в том, что социальное развитие Верхней Одессы, оно было параллельно социальным развитием Нижней Одессы. То есть те социальные сдвижки, которые происходили в Верхней Одессе, будем так говорить, красивые, чопорные, и теми негациантами, которые, значит, вывозили пергабарные товары из-под земли, пользуясь нашими одесскими каменологиями, они шли параллельно. Но сегодня, как раз после нашего закрытия конференции, у нас есть потрясающая возможность опуститься в эти каменологии, посмотреть вот то историческое наследие, которое там на стенах оставили, вот те люди, которые вот этот камень забывали, поставляли его наверх, из чего справилась Одесса. Я не буду долго задерживать ваше внимание, я считаю, что мы на правильном пути, что сегодня мы вышли на определенный международный уровень, который позволяет нам получать поддержку наших друзей, наших коллег по ИКОМОЗу, по соединению культурного наследия. И с этой помощью, я думаю, что мы достаточно правильными и быстрыми шагами сможем проделать тот путь, который был начат 3 года назад. Вот, как бы если, подводя итоги, то вот это я хотел сказать, и поблагодарить всех за участие в сегодняшней, в этой конференции. Спасибо. Так, сначала, я хотел, ну, правила круглого слова, чтобы каждый из присутствующих все-таки высказал свое мнение, пожелание, то, что мы можем отразить в резолюции нашей конференции. Да, пожалуйста. Ну, ладно, да. Поскольку здесь сотрудник вопрос. Сотрудник, я пока еще сотрудник этого института. Все равно не слышно. Я могу сказать, что мы, благодаря вот этим конференциям, которые состоялись в Одессе, сейчас получили, очень много материала. Но я все равно боюсь сказать, что этот материал достаточно для того, чтобы сделать полноценную население. Почему? Потому что есть целый ряд вопросов, которые мы раскрыли, вот мы провозгласили, но они существуют на уровне пока что красивых лозунгов. Одесса наземная вырастает из подземной Одессы. Одесса наземная у нас на сегодняшний момент более-менее хорошо документирована. Но Одесса подземная у нас документирована пока просто в очень начальном состоянии. И эту работу нужно активизировать. Для того, чтобы получилось полноценное досье, мы должны взять на учет имеющееся подземное наследие Одессы, определиться, что в каком объеме оно, взять его на учет и из того, что возьмется на учет, выбрать то, что мы включим непосредственно в досье как часть всемирного наследия. Это первый момент. Второй момент. Мы все-таки надо понимать, что разработчик на основном досье, институт, это организация, которая разрабатывает документацию. Но не более того, эта организация не будет отвечать за выполнение этой документации, за ее реализацию. Я уже говорил на прошлой конференции и повторюсь на этой конференции. Я, ну, это как рекомендация, да? Очень хорошо было бы, чтобы в Одессе появился орган управления вот этим объектом. Будет ли он объектом всемирного наследия? Не будет. Но чтобы появился орган управления вот тем, на чем мы работаем. Ордан, который бы координировал действия всех заинтересованных лиц и разработчиков документации, и реализаторов этой документации здесь на месте, и разработчиков какой-то дополнительной документации здесь или в других местах. Но это должен быть координационный церковь. И я понимаю, когда будем готовы к культурному наследию, там есть графа такая. Орган управления, отвечающий на месте за это. Если вы напишите «Управление охраны культурного наследия города Одессы», это не будет значить для ЮНЕСКО ничего, потому что это не будет специальным органом этого управления. По крайней мере, все номинированные от Украины на сегодняшний момент объекты – это либо органы управления, это либо заповедники, ну, Киево-Печерская Лавра, София Киевская, да, либо это, как в Черновцах, это, собственно, университет, который непосредственно занимает какую-то высшую резиденцию. И есть единственное исключение – это город Львов. И вы нас, если вы узнаете, да, в Львове самые большие проблемы. Именно из-за того, что не существует специального органа, который отвечает за эту номинацию. Поэтому это моя рекомендация. Как можно скорее создайте этот, пусть он будет. Там три человека будут всего в этом органе, но они будут координировать работу. И секунду-политика охраны, и спелеологов, и местных архитекторов. И, поверьте, работа сразу пойдет намного лучше. И это первый аспект. А второй аспект – я еще не знаю, у нас эта идея родилась буквально недавно. Я вчера хотел это сделать в докладе, но времени было мало. Я этого не сказал, но уже кроме меня вот госпожа Олейник тоже эту штуку тоже подсказала. Мы сегодня обсуждали это со стрелезами. Вы знаете, как нам попытаться можно доказать происхождение наземной отец из-под земли? Наверное, нужно сначала на уровне архивных материалов пытаться выяснить, какие у нас здания. Может быть, в архивах есть, что камень для каких-то зданий игрался в таких-то криминологиях. А потом сделать анализ, взять пробы и сделать анализы в криминологиях и в вкладках. И показать, что вот такие-то здания происходят из каких-то криминологий. Наверное, это будет очень сильный аргумент в пользу вот такой комплексной номинации. Но я предлагаю как бы адреситом подумать, потому что все-таки какие анализы это стоят денег и здесь нужно искать эти средства времени у нас, в общем-то, не так много. Но вот все, что я здесь могу сказать. Спасибо. Это дала гипотеза, потому что существует много мест, не менее интересных южных деревьев. Иснует много подземных подземных, тоже достаточно развитых и интересных, тоже много историй. Но для того, чтобы этот объект было поставлено как органистическое творение, как место, в список Всесвестной Спадщины ЮНЕСКО, нужно найти эту сложную неповторную, которая объединяет верхнюю и нижнюю частью. Поэтому мы на эту думку выникли. И я очень рада, что пан Бубровский уже працюет на эту тему. Я думаю, что на первом этапе, на этапе номинации, не обязательно провести дополнительные дослежения материальные. Я думаю, что это и химические, я думаю, что это, если бы не очень, что не очень удастся. По-моему, достаточно будет певного уровня архивных дослежений, чтобы подтвердить, что, скажем, певные катакомбы працювали в этот период, и в этот же период строился певный шмартов территории города. То есть эти квартали, например, або эти объекты строились в этот период, и, напевно, мы можем с певной уверенностью вважать, как науковую випотезу, что, напевно, камень убрався сам из этой каменнолобни, а детальные химические дослежения будут сделаны уже в процессе управления городом и в процессе его развития. Потому что, действительно, на сегодняшний день, может быть, эти дослежения провести невозможно, но для подтверждения этого связка верхнего города с каменнолобнями, которые, кстати, находятся совсем не перед ним, а где-то с другой, скажите мне, как международному эксперту, как клену комиссии сообщества и международной сплавной архитектории, это очень субъемный аспект. Почему мы выбираем эти подземные объекты и центры, и объединяем их в одну номинацию? Нам, правда, даем справа, что вы просто возьмите, а потом, а потом, чем они привязаны? Почему единственный, ну, на мою группу, единственный связок, такими сними, это довести, хотя бы умовно, хотя бы гипотетично, да, это будет не довезено, но эти домики строились самостоятельно, и я вважаю, что это будет действительно успех, это будет та уникальна комбинация, и там будет уникальна складова, которая подтверждает абсолютно уникальность и адаптацию этого. Спасибо. Да, действительно, есть такая фраза, да, как вы ее называли, так она и поплывет. То есть та идея, которая заложена в основу номинационного досье, она должна быть проходна, она должна быть вот такой слоган, вот, который мы придумали, Одесса-Юнесска, который у нас уже вот на второй конференции, это тоже, в общем-то, одна из таких путеводных для нас вещей, которые сразу видно, Одесса-Юнесска, то есть это наша цель, это наша задача. И точно так же идея должна быть действительно лежать в основе номинационного досье, потому что, как сегодня абсолютно правильно сказано, что сегодня достаточно много уже городов, чем больше городов, тем сложнее номинацию нужно делать, чем больше попадает в основной список объектов, тем серьезнее к ним отношение, тем труднее это все проходит. Скорее, спасибо, спасибо. Андрей Игоревич, можно мне несколько слов по этому поводу сказать? Ну, что действительно очень интересно, и теперь, если это не сверху, в любой ситуации, интересно, особенно, но вот если говорить уже конкретно о вот этом исследовании, пытаться через эксперимент, через какие-то анализы, если видать сегодняшний известняк Ракушкин, вынутый 100-150-200 лет назад на верх, то мы не получим здесь никаких результатов. Химический состав Ракушечника наверняка изменился. Воздействие среди, они не кривые, агрессивные, просто среди. Мы видим, что происходит с Ракушечником, который находится наверху, что с ним происходит через 10-20 лет. Я уверяю, что вот тот доступный нам для понимания анализ, который можно сделать, пытаться через него доказать аутентичность, или идентичность, точнее, идентичность камня-ракушечника, из которого построены дома с каким-то, с какой-то конкретной рекламой, вот это тут и тут. Здесь надо что-то другое придумать. Сама идея потрясающая. Это действительно, ну, нет оснований не то, чтобы не заверять вам, то есть совершенно понятно. Но вот этот, по-моему, сегодня не подойдет никак, мы начнем что-либо делать и упремся. И упремся без наказательности вот такого потреба. Поэтому, может быть, есть какие-то специальные методы анализа, которые позволяют как-то идентифицировать эти камни и придать им скорость, но это нам вряд ли удастся. Константинович, вот как думаете вам? Вы специалист по выводкам. Это и так мы изымаем некий образец, некий фрагмент из выводок, поднимаем наверх. Что с ним будет через 2 месяца? Ну, то есть не будет через 2 месяца. Можно? Да, понятно. Что там? Вы совершенно правы, то есть в теоретической точки зрения. Я проработал так многое дозвоночные настрой материалы, то есть оставшиеся в штрафе управления. Значит, никаких анализов, мы их сделали тысячи, не дал одинаковые результаты. Все выводы. Политические звездники отправились в мелкорожном бассейне, и невозможно получить 2 точных анализа. Если вы будете сегодня же в катакомбах, обратите внимание, слои, то есть порог, то есть даже если я буду брать образец из одной штуки камень, он уже даст 2 разных избыта. Менялось отношение железа, гидро, весом железа и карта. Для того, чтобы получить вот эти вещи, что говорят, это надо делать акцензионный анализ, который будет ловить ветки или нет. Скажем, кромб, аналий, стромб. Ну, вы понимаете, это как-то так. А вот архивное обоснование, вот это другое дело. Вот с этой каменноломни брали на вот это вокзале. Такие документы существуют. И они могут показать, что это водоцерапия, извините, товарищи, ничего. Это в Турпии. Исходя из выступления предыдущих каратах, я могу абсолютно уже с уверенностью сказать, что нам никто не докажет, что у нас город построен не из-под зимы. То есть доказать обратно будет невозможно. Другой, я не знаю, какие стандарты. Такие документы, что можно было бы сделать. Это не боится. А те, что мы не знаем. Жизнь в Турпии. Кстати, вот эта дискуссия такая, когда грузины и армяне, с Борькой, в общем, другие археологи делали с этого, сказали грузины. И на побеге 12 метров нашли кусок проволоки, что говорит о том, что в Руси в 4 веке уже существовала проволочная телеграфа. Армян сделали, что их армейне тоже копали, но в 25 метров ничего не нашли, что доказывали, что в Армении существовал беспроволочный телеграф. То нам же нет. Поэтому я хочу сказать, что кроме вот этой фразы из кинофильма, из мультфильма о Брунге, и что, как я ее назовешь, так она и поплывет. Есть еще итальянское такое выражение национальное веро, саймонное веро, мель провал. Пусть это и не правда, но красиво, хорошо сказано. Понимаете? Поэтому я сейчас на такой серьезной кампании не хочу говорить, что мы делаем какой-то аферистический ход. Но между аферой и неким, неким эвантюризмом все-таки есть в истории правильная такая коннотация, потому что вы же знаете, что все развитие науки, в частности физики, происходило из теоретических в соревнованиях подтягивания друг к другу теоретической и экспериментальной физики. То, что экспериментаторы находили в результате какого-то эксперимента, мы его объясним, объясняли теоретике физики. И это становилось некая научная гипотеза до этого момента, пока теоретическими или практическими экспериментами они ставят под вопрос, и таким образом объяснялось. Это у меня было в частности с Ватасунием Деумановым. Поэтому мне очень нравится, если я могу позволить себе такую категорию, которая вроде не подходит даже в научно-политической конференции, мне очень нравится, что это вроде бы очень конкретная задача включить Одессу в номинационный список, Индеска, она раздвигает границы и ставит какие-то новые проблемы, что ставит ее место и вот эту инициативу на совершенно другой уровень. Понимаете, существует действительно практическая задача, как мы уже многие говорили, звучали такие ноты, вот, что она пропадает, а мы это знаем. Но тем не менее, когда, думаю, надо подняться и удержать этот уровень, что кроме практических шагов существует действительно большая проблема, и вот тут научные кадры или какие-то гипотезы, архивные материалы, они становятся особенно нужны, потому что сегодня звучало, кстати, на пресс-конференции и вот вопрос, на который отвечал Андрей Игоревич.